Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топик Геймс. В сегодняшнем видео мы продолжаем выживание в игре Westland Survival. И я так понимаю, что кто-то из нас, естественно, в игре потерял дом. Эта тема решаема. Итак, друзья, мы здесь приобрели много чего интересного. Последнее, что мы сделали, это вернуться к Рику. Последнее, что мы сделали, это вот такую базу нашли. И, в принципе, я так понимаю, что это наш дом. Здравствуйте. Итак, золото, кратчайший путь к богатству, уважению и влиянию. Круто, ограбление. И вернуться к Рику. Вот что у нас есть. Мы же уже вернулись, получается. И что тут у нас? Ваш инвентарь полон. Единственная проблема, которую нужно решить. Рик почему-то у нас бегает за нами. И, в принципе, преследует нас везде. Давайте попробуем чуть-чуть покрафтить. Мы, помнится, уже в прошлом видосике делали неплохие крафты. Так, ножик. Помним, что ножик делает ветера. Даже получше, чем огнестрельчик. Итак, Рик, что-то нам там завершить. И давайте посмотрим, что дальше. Безопасность прежде всего. Построить плотницкий стол, склад древесины и вернуться к Рику. Это все интересно. Но ведь хочется прямо сейчас где-то ворваться в какие-то приключения. Итак, плотницкий стол. Здесь не так уж и легко найти. Пробуем, смотрим и наслаждаемся. Плотницкий стол. Построить? Не построено. Я думаю, для этого нам понадобится. Кожа есть. Но, как всегда, древесина и известняк. Это то, что доктор приписал. Хотел приключений? Держи. Сейчас выдвинемся. Давайте один ножик все-таки оставим дома. Если у нас это получится. Я думаю, что вот этот вот драконий овощ или что это? Фрукт. Плод кактуса. Оставим у себя в инвентаре. Уголек. Ведь ты пробовал, дружок. Тоже, в принципе, хотелось бы все сложить. И так, кирка. Это кувалда. Не каменный молот. Медленное, но крайне эффективное оружие. Так, давайте выдвинемся. Посмотрим, что нам нужно. Открывая задание, построить плотницкий стол, руководство. Ох ты! Построить плотницкий стол, построить склад древесины, произвести 5 сосновых тосток, построить каменорезку. Это все просто очень и очень интересно. Но, если честно, мы выдвигаемся на глобальную карту. Так, плюс 27 часов утра. Вот нашел же я место и время. Итак, сосновый лес, медная шахта, каменное плато. Я думаю, что в лесу я буду себя чувствовать достаточно изишно. Давайте посмотрим, как здесь враги, волки и два каких-то мужика в масках. Кстати, с уровня с 20-го могу туда только ходить. Здесь тоже два волка и один мужик. Здесь вообще ничего такого нету. Лесное озеро. Непонятно, конечно, как тут по опасности. Но давайте зайдем в лесок и нарубим побольше интересных вещей. То есть нам нужно побольше камня и, естественно, побольше как минимум древесины. Требуется топор. Помним, что топор, чтобы скрафтить, не нужно изобретать велосипед. И, в принципе, делать все то же, что мы и делали до этого. Собирать ресурсы. Кабанело. Ох ты хорош! Прострелил просто кабана. Нормально, нереально. Что такой маленький? Что это за... А, это койот. Это мини-волк какой-то. Мини-волчонок. Так, нам нужен топор. Для этого нужен еще один камень. Ну, я так понимаю, что с камнем здесь будут проблемы, которые явно сразу нас здесь настигли. Ну, и почему-то скалу невозможно долбить, чтобы было все чики-бомбони. Но об этом потом. Забираем камень. Освободите меня. Хорошо. Ваш приказ. Так, закрыто. Опять? Да сведули и факидули. Ничего не понятно. Освободите меня. Ну, так я ж на мужика нажимаю. Дубина. Взять все. Короче, какой-то бак у меня. Тут закрыто. Пишет, что мужик закрытый или что? Ничего не понятно. Но очень интересно, друзья. Ладно. Пускай, что хочет, кто это делает. Итак, тут уже интереснее. Налетчики. Пацаны-молодчики. Хару, мне нравится так, как они разлетаются. Ты что делаешь? Ты зачем? Ты зачем индюшку? Well done. А вот индюшка. Просто разлетаются, пацаны. Очень приятно. Итак, друзья. Забираем все. Вещь-мешок, как, кстати, вы видели, что тоже я нашел. Досвидули. Посмотрим, что мы здесь найдем. Ну, если честно, я уже забил себе инвентарь какими-то ресурсами. И, как всегда, я еще не начал даже фарм. Как всегда. Вот это вот проблема, что приходишь зачем-то, а лутаешь совсем что-то другое. Итак, давайте посмотрим. Кукуруза, кстати, сразу тут растет. По-моему, здесь вообще камня нету. Как такового. Вот камень на пути не могу пройти. Дайте камня, пацаны. Вообще, я про камень... Вот, одно месторождение камня. Фух, ребят, нашел. Ну, кирку не зря с собой взял. Сейчас мы быстренько все это наберем. И, в принципе, чем заняться здесь найдем. Топорчик. Ваш инвентарь полом. Что за беда? Опять беда такая же, как и всегда. У нас не хватает места. Места для того, чтобы складывать свои любимые белое мясо. Блин, прикольное. А этот можно удалить. Топор, если мы возьмем, да, конечно, интересненько. А если мы возьмем все то, что нам нужно, то, как всегда, оно нам никуда не повлазит. Итак, топор. На пути не могу пройти. Звук просто такой же, как и ребят в Last Day North Survival при крафте всего. Крафтим, фармим древесинку. Я думаю, что день второй выживания у нас не отличается от чего-то глобального и масштабного. То есть, ох ты шо, что так громко игра-то играется. Я не знаю почему, но у меня игра почему-то прямо разрывон громкая. Ох, и рубит он деревья. Может быть, настройка как-то тут, звук музыка выключена, а звук либо есть, либо нету. Ну ладно, в принципе, нормально. Нормально, нереально. Рубим побольше деревьев и смотрим, что у нас здесь вообще можно будет сделать. Мне кажется, что после этого дерева уже будет инвентарь полон. Смотрим, что там у нас 20 из 20, а он дальше... А, вот еще одна крапива нафиг пока что. Мы помним максимальные уроки по добыче деревьев. Инструмент сломался. Как говорится, нам теперь нужен еще один топор. Топор очень быстро уходит. То есть, прочность топора улетает в разы быстро. Смотрите, я там добыл даже меньше двух стеков дерева. Топор просто улетел. Я не знаю почему, но, в принципе, автоатака очень сильно спасает у нас. Без никаких проблем у нас пацан сам фармит. Оборванец просто получается сразу в щи. Без проблем. Даже я не увидел его только на миникарте. Увидели пацана и уже до свидания. Ну, в принципе, машина по рубке деревьев это то, что доктор приписал. И, в принципе, я думаю, что мы справляемся с поставленной задачей. Ого, гроза. Не хотелось бы, чтобы еще молния и шарахнула посреди добычи. Итак, друзья, я думаю, что добыча дерева это неотъемлемая часть всего происходящего. Если хочешь выживать, будь добр, парни, как говорится, нужные ресурсы. Что у нас тут? Крапива. Я не знаю, зачем нам крапива. Хотя, если честно, я помню, что еще давно кто-то говорил, мешки делали с крапивы. А это означает, что, наверное, и ткань таки тоже можно было с нее делать. Давайте посмотрим, что крапива. То есть распетушила так кабана, что даже нельзя с него взять ни кусочка, ничего. Так, этого оборванца ничего нету. Вот домина. Кстати, горит камин. А, равнинный. Я думал, ранимый койот. Думаю, нихрена себе ранимый. Кстати, штанина, прочность вообще улетная. Это что? Сера. Я так понимаю, что сера мне понадобится в ближайшем будущем больше, чем белое мясо. Хотя белого мяска для рывка было бы очень неплохо. Так, кто здесь? Койот. В принципе, добываем нужные ресурсы. Формим на автоатаке. Автоатака лучший друг человека. Я вам скажу, что очень сильно приятненько просто-напросто наблюдать за тем, что происходит в игре. Ты просто-напросто кайфуешь от всего происходящего. Кстати, я разлагал этого петуша, а это мужика. Не, ни хрена. То есть я не могу просто взять. У меня пишется закрыто и все. И тут тоже закрыто. О, он что-то... О. Ты понял или нет? Все-таки мужик закрытый, а клетка открытая. Кто это придумал? Мужик закрытый, а клетка открыта. А, понял, почему мужик закрытый. Ах, ты шандатросутулый, на. Говноподобный. Ого, вы видели такого? Вот это наглая засада. Засада века. Засада века. Что тут у нас? Деревянная дубина. Ну, это же просто кусок палки. Что неинтересно? Кстати, урон у деревянной дубины какой? Тридцаточка. А у ножика тридцать шесть. В принципе, могу только взять все, дубинку. Ну, я думаю, что она нам понадобится. И, если честно, вообще ничего нельзя делать. Я так понимаю, что ты кто такой? Да вот. Ох, мне и нравится, как они разлетаются, ребят. Да ты шо, песня. Просто песня. Это ананас или что? Ваш инвентарь полот. Ах, интересно. Зайчишка. Зайчишка. Зайка серенький. Крапивы еще можно подфармить. Я точно знаю, что она нам, если не сейчас, то через несколько минут обязательно понадобится. Итак, давай-ка мы вернемся домой. Такой, такой вот свежий, поформивший человек, который может себе позволить уже многое. Так, ранчо. Это наше или сельвертон? Наверное, ранчо. Мы же с ранчо пришли, значит, живем мы здесь. Я так понимаю, что один волк, это одна угроза. Два волка, это один, по-моему, ногу даже поднимает. Ну, короче, чем вот тут? Непонятно, в чем измеряется сложность локации. Один олень, типа, это что? Это одна сложность, а тут три оленя, типа. А тут спят волки. Непонятно ничего пока что. Но я понимаю, что игра очень интересная. Выходит часто обновления. Я не знаю, почему у нас в Лаздеи так часто не выходят. Вестленд Сурвайллс. Итак, друзья, нам нужно улучшить. Кстати, ящик можно. Ни хрена себе тут. Бронзовый слиток, всякие там болты. Нет, это пока что рановато. Для того, чтобы сделать нам кострище, плотницкий стол. А какое нам задание-то, какой там стол нужно? Плотницкий как раз таки и нужен. Мы будем его строить. Так, плотницкий стол на пути не могу пройти. Вот так вот. И сразу там, по-моему, задание было сделать доски. Создать раз. Подожди, это что я? Копия создаю. Да, одного хватит. Нам нужны доски. Знаете, на что похоже? Это же на раст похоже. Прям как в расте. Нифига себе, просто интересно. Дальше сосновая доска. Также там будет боевая дубина. Урон 123 на секундочку. Улучшить. Что тут там для улучшения? Кстати, улучшить можем. Отлично. Отлично. Не жди, улучшай. 59 минут до улучшения. Построится склад древесины. Тоже очень интересно, как он строится. Склад древесины. Стушилка для кожи. Камянорезка. Кухня. Колодец. Плавильня. Я так понимаю, что склад для... Ремонтный, ремонтный, ремонтный. Вольер не построен. Если честно, пока не вкуриваю, где этот склад. Но, в принципе, я так понимаю, что в ближайшем будущем он обязательно построит склад для древесины. Может быть, я, конечно, не вижу его впритык. Но, я думаю, что склад мы еще найдем, где строить. Задание обновлено. Кстати, здесь создавать уголь можно. Отлично, симпатично. Ну и, как вы видите, что тут много чего интересного есть. Молли. Ты кто так? Ух, девушка, симпатичная. Ну, пойдет, как говорится, под пивасик. Хао. Встретить молли с припасами. Ваш инвентарь полон. Я так понимаю, что для того, чтобы это все встретить, нам нужно начать стройку. Так, это стройка. А это дом. Вот она. Камянорезка, сушилка, плавильня, кузня. Склады. Вот. Маленький ящик. Нам нужно сначала стройку. Нам нужно хотя бы построить несколько пола, чтобы станки или склады. Нам нужны маленькие ящики. Потому что, как всегда, у меня не хватает. А вот дерево на пути не могу пройти. Вот это вот уже у нас древесины на эту всю тему не хватает. Так ты, Рик. Ты там это самое, смотри. Не забирай. Где мой топор? Топора тоже, как говорится, нету. Очень сложно, но возможно. Разобраться легко в игре, я думаю, что на раз-два. Мне очень понравилось, когда с кувалдой наш пацан выступал. Очень-очень ярко, конечно, наносил урон. Итак, что здесь? Завершить за 47 серебряников. Но мы можем что? Вот так вот сделать. Древесинка к нам вернулась в инвентарь. Да, приятно. Очень. Теперь я могу без проблем заходить сюда и строить свою... Для дерева как-то будет странно построить дома. Поэтому давайте вот здесь склады для дерева. Надеюсь, никто не придет и не, как говорится, поломает нам это все дело. Ну, либо сворует. Все. Дело так. Рик Форд. Здравствуйте. Вернуться. И все-таки строить... Понял. Может, он знает, чьих-то рук дело. Мы с ним. Будет очень мне благодарен. О, мурашки. Пойдем скорее в город. Завершаем. И сможем выиграть вот такую вот револьвер. Двухствольный. Прикольно. Кстати, сюда сразу залетает, так понимаю, сложить все. Залетает нужное нам. Доложить шерифу какие-то приколяхи. Но я помню, девушка нам что-то тоже завершит. Мы завершаем какое-то задание тоже. В принципе, все это прилетает к нам в инвентарь. А нам уже есть, куда это все сложить. Сложить все. Только древесину, да. Сложить все. Вот у нас есть пустой ящик для этого. Ну, кувалду забираем с собой. Итак, нам нужно доложить шерифу. Нельзя сидеть сложа руки. Мы с Риком решили рассказать шерифу нападение на дилежанцев. Никуда. Шериф где-то. Не знаю. Никак не могу. Молли там что-то скопошится. Я так понимаю, что шериф где-то на Global Maps. Построй курятник и коровник. Ни фига себе. И так нам нужно доложить шерифу о каких-то происходящих моментах. Я не буду делать ролики миллион тысяч часовых. Поэтому, наверное, это все дело мы увидим уже в следующем ролике. Давайте посмотрим, кто такой шериф. Вот это он. Информатор какой-то. А вот и шериф. А, нет. Это бабок. Э, Дора. Нифига, шериф. Ты такой мужик. Типа, шо? Снова наш герой. Если за медалью, то зря тратишь время. Потому что могу предложить только неприятности. Усы просто ракета. Честно, захотелся такие усы. На дилежанс напали? Вот черт. Какой знак, говоришь? Ну-ка. Да это же знак банды Батчери. В последнее время от них слишком много шума. Пора с этим заканчивать. Возьмешься помочь? Ты только что, дядь, только неприятности мне. Стреляешь ты метко. Да-да. Пока ни одного промаха. Это что мой бывший помощник. Упокой его душу. Так же, вместо ваканда по рукам. Ну, давай. Все, не буду больше читать. Ты так тратишься, эти усы отвлекают от дела. Найти скользкого Джонни. А что он скользкий? Чего? Скользкий Джонни. Просто название ракета. Ого, хочу себе лошадь. Ты скользкий Джонни. Какой-то мужик. Это что, онлайн типа? Скользкий. О май гадабл. Я хочу, чтобы ты ломал меня. Так, скользкий Джонни, ты где? Давай быстрее. Опа. Так, ну все. Так ты, конечно, всех увидишь. Типу, достаточно скользкого Джонни. То есть, мутных типов. Вон, скользкий Джонни. Знак вопроса тоже горит. Привет, скользкий Джонни. Ну, усы какие у тебя. Ай, молодец. Скользкий Джонни, друзья, ошибли. Короче, ребят, дело к ночи. Много чего интересного. Он пужик. Инопланетяне его своровали. Прикольно. Мне, если честно, игра заходит. Не знаю, как вам. Пишите об этом в комментариях. Увидимся в следующих видео. Потому что продолжение Скользким Джонни ждет нас.